Если посмотреть словарь, это способность понимать мир, сочувствовать в его эмоциональном факте. Каков же человек с высокой эмпатией? Он оптимистичный, энергичный, заинтересованный, пластичный, умеет вовремя сказать нужное слово, в общем, разрядить обстановку. Пришло время представить вам такого человека. Это член Чувашского сообщества Федорова Светлана Николаевна, дипломат фестиваля «Голоса Чувашей», участник международных конкурсов. И также она сначала нам расскажет несколько слов, как празднуют они Новый год, чтобы мы к ним пришли в гости. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада нашей встрече. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, любви и благополучия. Год для Чувашей начинается со старинного народного новогоднего праздника – Сур-Бури, который обычно праздывает целую неделю. Во время празднования Сур-Бури устраивает новогодние гадания, устраивают песни, танцы, игры. А важной частью Сур-Бури также считается проведение обрядов для получения хорошего лажая и преплода скота в Новом году. В новогоднюю ночь спать не полагалось, поэтому молодежь веселилась до утра. Утром Нового года для Чувашей важно, какой человек войдет в дом. Если первым зайдет хороший человек, то он будет удачным и хорошим преплодом – гусят и цыплят. А если плохой, то гусят и цыплят будет мало. Обязательной частью праздника в Сур-Бури были новогодние катания на запряженных лошадях, нарядно украшенных конями санях. Утром парни развозили своих новых подруг из соседних деревень, а днем уже катались вся деревня. А когда празднуется Сур-Бури, парни и девушки ходят по деревне, стучатся в окна и спрашивают имена своих будущих жен и мужей. Мангарся кам? Манстали кам? А хозяева дома в ответ называют имена. Девушки в эту ночь собираются и гадают на суженого. Будущие невесты вносят в дом курицу и опускают на пол. Если курица клюнет зерно, монету или соль, то будь в доме богатой. А если курица клюнет уголь, будь бедной. Если песок, то муж будет плешимым. А на кануне сур-Бури все деревни замачивают и жарят горох. Молодых женщин и девушек обсыпают этим горохом. Во время празднования сур-Бури по вечерам в одном из домов будущей невесты устраивался девичий пив, куда приходили молодые и взрослые. Старшие присматривали за поведением молодежи, помогали, если нужно, выбирали для своих сыновей невест. А девушки к приходу гостей варили пиво и гороховую кашу. Каждый приносил понемногу дров и свои ложки. Вот так. Бурицы невесты в первую очередь угощали пиво живых людей. Те, получив ковщик пива, поздравляли своих молодых с Новым годом, желали счастья и благополучия в будущем году. Субтитры создавал DimaTorzok